Это 35-летнего Ярославца задержали накануне вечером в Дзержинском районе Ярославля. Сейчас он дает признательные показания. Рассказывает, вышли на вечернюю прогулку с приятелем. Выпили, потом увидели пьяного мужчину. В округ торгового комплекса «Космос» мы увидели ближайшего мужчину. Решили ему помочь. Отвести его. Он направлен показан на певи. Подвыпившего мужчину довели до ближайшей лавки. Посадили. Потом появилась мысль о легкой наживе. Добрые намерения друзей отошли в сторону, как только у пьяного мужчины выпал из кармана телефон. Один из них решил завладеть сотовым. Но так просто владелец его отдавать не захотел. По информации полиции, джентльмены удачи пустили в ход кулаки. Драка была недолгой. Кроме сотового, приятели взяли кошелек, документы и скрылись. Задержали их через несколько минут. Пострадавшего обнаружил полицейский патруль. Организовав поисковое мероприятие, сотрудники внественной охраны в течение нескольких минут задержали подозреваемого в совершении грабежа 35-летнего ярославца. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. По факту грабежа ведется расследование. Причастность к преступлению второго задержанного сейчас проверяется. Жители двора, где был совершен грабеж, говорят, такие вещи в Брагино далеко не редкость. Чаще всего они происходят после употребления спиртного. У одного соблазн взять телефон, а другой тут виноват, что он напился и оставляет вещи без песного. Уши обрезал бы. Уши обрезать таким надо. В отличие от народного предстояния уголовный кодекс, заграбеж предусматривает до 4 лет лишения свободы. Александр Лисицын, Сергей Ватин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok